Всё, Владимир, доброе утро! Приветствую всех! Доброе утро, Лариса! Доброе утро, дорогие участники эфира! У нас уже с утра пораньше люди пришли посмотреть, в том числе и наши бывшие мои как бы со-курсники и также ученики Владимира. Мы вместе учились с Татьяной Мунасяной. Вот я смотрю, как раз нам тоже смотрят. И начала уже говорить о том, что сегодня мой собеседник Владимир Майков – основоположник, основатель и активный, как скажем, деятель на Неве трансперсонального движения в России. И отталкиваясь от обычного факта, что буквально недавно в Еврославле прошла 20-летняя юбилейная конференция, хочется немножко поговорить о том, как вот этот опыт историческим развития трансперсонального направления психологии в России состоялась ли трансперсоналка вот в России. Какие результаты она имеет? И как это происходило? Сложно? Не сложно? Вот на твой взгляд? Ну, это происходило по-нашему, по-российски, по-советски, потому что, ну, это же почва, из которой все вырастает. Это история России, это наше искание. Такую большую картину мы с профессором Козловым дали в двухтомнике трансперсональный проект. Там первый том как раз посвящен мировому трансперсональному проекту, а второй, собственно говоря, уже российскому трансперсональному проекту. Но вот чисто опираясь на факты, я могу рассказать фрагменты своей истории, трансперсональной биографии. В юности я хотел быть ученым, поэтому поступил и закончил физтех, там переменил стрелки на философию, потому что это была такая как-то соответствующая моему миру профессия, достаточно свободная. И вот мне нужна была всегда большая картина происходящего. И будучи уже аспирантом философской аспирантуры в 1980 году, я в эту же осень познакомился с московским трансперсональным подпольем. Меня свели туда, и я уже до встречи с лидером этого подполья Виталием Николаевичем Михейкиным слышал такие спрешептывания о Грофе, о базовых перинатальных матрицах. Это как такие священные некие слова уже воспринимались мною. И из рук Виталия Николаевича Михейкина, переводчика книги и лидера московского трансперсонального подполья, я и получил текст книжки Грофа, вот первой исторической книжки, которая была переведена на русский язык области человеческого бессознательного. И эта книжка сыграла как раз и такую фундаментальную роль в моем обращении в трансперсональный мир. Я узнал из этой книги, несмотря на то, что был уже начитанный, очень хорошо начитанный, в трансперсональный, вернее, извините, трансперсональный, в духовной литературе, философской, психологической, мировой, то есть я читал всего Фрейда, всего Юнга, что был доступен, всю классику российской психологии, всю русскую религиозно-философскую традицию, шедевры мировой философии, которые были доступны тогда мне. И ничего подобного сравнимого по мощи и практичности я не знал. Гроф впервые показал, на каком действительно уровне завязана наша жизнь, на каком уровне заложены наши проблемы и на сколько, на каком уровне мы должны работать для того, чтобы эти проблемы разрешать, для того, чтобы снять те ограничения, которые мешают нам дышать полной грудью, жить на всю катушку и реализовать все свои возможности. То есть вот весь из этой книги от Грофа перевернуло меня. Это было озарение, новое понимание. И в одну ночь, я читал эту книжку ночью, получил вечером, читал ночью, я стал графоманом, я стал трансперсонологом и очень активным членом этого московского трансперсонального подполья. Ну иначе, чем в подполье тогда все эти идеи и знания и практики расходиться и не могли. Эти книги переводились только в самоздате. Кстати, кроме Грофа была уже переведена тем же Виталием Николаевичем Михейкиным и его женой Еленой Антоновой. Такая книга тоже очень важная для нас, как «Центр циклона Джона Лили», которая внесла темы «Человек-дельфин», «Залиционная ванна», «Глубинный опыт раскрытия», «Институт СЛН», в котором тогда вот Джон Лили и участвовал в семинарах и сам преподавал. И это стало вот такой внутренней лабораторией, легендой, представлением, мечтой вот об этом центре, где можно развиваться. И, конечно же, мы мечтали о том, что когда-нибудь встретимся со Станиславом Грофом, который воспринимался, конечно, мифически, как невероятный мудрец и человек, который постиг наибольшие глубины из всех землян человеческой души. Вот так мы и провели эти годы, 80-е годы, брежневская эпоха застоя. То есть мы изучали транспарсональные книги и, в общем-то, они переводились. И вот с подачи Виталия Михейкина и другого лидера московского транспарсонального подполья Анатолия Орлашина и Валентина Куклева были переведены первые четыре тома Кастанеды, Василий Максимов. Он тоже был как бы питерским членом этого круга людей. Мы тоже периодически встречались с Василием. Я прочитал четыре тома Кастанеды тогда же, которые тоже меня потрясли и заложили мощное стремление найти великого мастера, человека знания. Конечно же, в Советском Союзе были умные, мудрые люди, был великий философ Мерапа Мордашвили, который, собственно говоря, посвятил или восстановил великую философскую традицию здесь. Он был на «ты» с другими мировыми философами, с ними общался. И, конечно же, он мыслил по-настоящему, из сущности. И, собственно говоря, именно ему я обязан постановки своего философского мышления и взгляду вот из глубины. И были, в общем-то, и в институте философии, где я в аспирантуре несколько маргинальных философов. Эрик Соровьев, Батищев, Генрих Степанович Грушин, которые составляли когда-то костяк, ну, кроме Батищева, Московского методологического кружка. Там еще членами были Александр Моисеевич Пятигорский и также великий методолог Щедровицкий. Вот костяк этого кружка. Со всеми ними я, конечно, позже познакомился лично. Но вот, наверное, эпохальным событием для меня был 82-й год, когда с Виталием Николаевичем Михейкиным я поехал в Бурятию для того, познакомиться с реальным тибетским буддизмом. И нам страшно повезло, потому что именно в это время состоялся второй визит его святейшества 14-го Далай-Ламы в Советский Союз. И у нас была уникальная возможность побывать на его учении три дня в Илгинском Дасане возле Улан-Удэ и получить учение тибетского буддизма по священию прямо из рук его святейшества. Я не буду рассказывать детали, я их рассказывал где-то. Есть, наверное, и в интернете можно найти мои воспоминания об этом. Но это было удивительное событие, и оно определило тоже мою жизнь. Я стал членом буддийского советского подполья, встречался со многими виднейшими буддистами, учениками Бедит Дандаровича Дандерона, которому, кстати, принадлежал и Александр Пятигорский, когда я впервые оказался в Лондоне в 89-м году. Я провел полдня с ним как раз по Лондону. Он подарил мне свою автобиографию «История одного переулка» и так далее. В общем, было много таких взаимосвязанных событий. Где-то в 82-м или 83-м году я впервые прочитал книжки Кена Вилбера. Две книжки мне подарили на Московской международной книжной ярмарке. И был тоже потрясен его видением человека, психотерапии, эволюции. Это вот книжка «Никаких границ», но у Бандери. Ну и вторая книжка «Холотропик парадайм». «Холотропный парадигм» мне попалась, где такой обзор взглядов Вилбера на методологию, на науку. Очень ясное мышление меня потрясло. Вот ясный взгляд и совершенно новые перспективы. Ну и уже в 90-м году, когда я был впервые в Соединенных Штатах и посетил Институты Солена, я был на семинаре Арниями Минделл, познакомился с ними, пригласил их в Россию. Кстати, со Станиславом Кристиной Гров я познакомился лично в 89-м году. Они тогда по приглашению Министерства здравоохранения оказались в Москве. Я был на их лекции и был также на трехдневном семинаре по голотропному дыханию. С самим голотропным дыханием я познакомился в 85-м году, но, конечно, тогда чисто теоретически из книжки Грофа Бионзе Брейн «За пределами мозга», где голотропное дыхание было впервые описано. И я заказал эту книжку, она пришла в спецхран Ленинской библиотеки, мне было разрешено сделать микрофильм, но я был гуманитарием все-таки и имел какой-то допуск к каким-то вот таким полузакрытым вещам. И я, конечно же, стал самостоятельно практиковать голотропное дыхание, у меня были удивительные для меня переживания, я поделился с друзьями, с подполья, провел для них сессии голотропного дыхания. И вот как-то вот так по подпольным каналам тоже знание о голотропном дыхании стало распространяться. один из моих учеников провел голотропное дыхание для молодого актера Вадима Демчога в Питере, тоже это уже вот в 80-е годы. И это подвигло его, раскрыло, как катализатор способствовал, раскрыло ему новые горизонты. Вот, в общем, такие были множественные воздействия. С Вадиком мы потом позднее познакомились. Я был потрясен рукописью ее первой книги и о самоосвобождающейся игре и опубликовал ее в своей серии тексты трансперсональной психологии. И завязалось наше сотрудничество и многолетняя дружба, взаимное восхищение путями его. Я восхищаюсь, он говорит, что восхищается моими знаниями, открытиями и так далее. Ну вот, все это вот так тесно переплеталось. И вот если мы возьмем ниточку голотропного дыхания, то этим дыханием заинтересовался директор Всесоюзного центра психоиммунологии, доктор медицинских наук, профессор Белкин. И именно с его подачи я провел сессию голотропного дыхания у него в институте. Благодаря этому он пригласил Грофов, пробил через Министерство здравоохранения. И вот в 89-м году я лично познакомился со Станиславом и Кристиной Гроф. Пройдя у них сессию голотропного дыхания, понял, насколько я ошибался, имея представление о голотропном дыхании через книги. То есть это совсем другое дело. И вот тогда я получил приглашение Грофов участвовать бесплатно, тогда это было возможно, в их многолетней, трехлетней по сути сертификационной программе по подготовке ведущих голотропного дыхания. И с 90-го года я стал учиться на этой программе. Закончил ее в 93-м году и вот уже легально стал проводником этих знаний и практик в Советском Союзе. И, собственно говоря, вот после перестройки все стало выходить из подполья. Трансперсональная психология тоже. Некоторых лидеров вот тогдашнего московского трансперсонального подполья мы потеряли. Кто-то уехал, кто-то отошел, кто-то занялся другими делами, кто-то умер, к сожалению. Виталий Николаевич Михейкин ушел в 1990 году, 1 января. И, в общем-то, ситуация сложилась так, что я оказался один из немногих россиян, который жил здесь, в Москве. И я чувствовал вот такую силу, я чувствовал импульс к тому, чтобы продолжать и начать делиться этим с людьми через книги, через семинары, через конференции. Вот то, чем мы занимались в узком круге людей и отчасти через самоздаторскую литературу, я чувствовал, что пришло время для того, чтобы начать делиться с людьми, со всеми, кто этим интересуется. Появились возможности. И вот так я решил в 1996 году провести первую транспарсональную конференцию. И, в конце концов, там было тоже много разных перипетий, много сложностей. Лично у меня мне нужно было многие барьеры перейти. Но, тем не менее, возникло понимание в конце концов этой конференции. Она называлась «Между любовью и смертью. Маятник человеческого бытия». Как бы любовь, центральная тема, взаимоотношения, парный танец мужского и женского. Было много интересного, порой шокирующего на этой конференции. Но она стала вот отправной точкой. В конференции приняли участие ряд очень сильных лидеров тогдашних транспарсональной жизни. Это, конечно же, и Анатолий Орлашин, мастер «Четвертого пути». Лариса Веленская провела первой в России огнехождение. Был Бронислав Финогродский, Сергей Всехсвятский, который уже тогда организовал Ассоциацию свободного дыхания. Я с этой ассоциацией активно сотрудничал, поддерживал. Сережа был на первом семинаре по ребёфингу, который я организовал в конце 80-х годов во главе с Сондрой Рэй, компанией американских и британских ребёферов, провела этот семинар. Там было порядка 40 россиян, в том числе Сергей Всехсвятский, молодой эсперант физтеха. И он также помогал Игорю Черковскому переводил с английского. И вот Серёжа Всехсвятский участвовал, Михаил Жуков, Юлия Паснова, духовная акушерка, Владимир Никулин, Сергей Терёшин, Аркадий Ровронелл. То есть было много таких выдающихся мастеров тех времён. И конференция также прошла очень успешно, было около 200 человек. Вот так вот всё началось. И я принял решение проводить конференции трансперсональные ежегодно. В следующем году была конференция многообразия трансперсонального опыта, психотехнологии, трансценденции и экстаза. Там был Володя Баскаков, Бронислав Финогродский, Саша Гершон, Ира Куриц к нам присоединилась и Санкт-Петербург, Яша Маршак, Евгений Файдыш. То есть вот началось, я начал с активации как раз известных мне старожилов. Потом была конференция 98-го года трансперсональные традиции в российской культуре. Там были и Владимир Ажажа, Елена Антонова, жена Виталия Михейкова. К нам присоединились также Лев Белогородский, Марина Белокова, Жанна Дрогалина, вдова Василия Васильевича Налимова. Герман Каримов тогда впервые присоединился. То есть началось. В 98-м году вот была третья конференция уже. И там присоединились Сергей Ключников, Леонид Маркович Кроль, Валентин Куклев, Юрий Мавлеев был, великий эзотерик, Алик Мерзаян Барт, Владимир Никулин, известный костоправ, авиасалон подводный, Галина Шибаева. То есть присоединились патриархи, люди известные в широких кругах в Советском Союзе. В 99-м году четвертую конференцию я провел. Пока я все делал еще самостоятельно. Все делалось на моих ресурсах, на моих усилиях. У меня была уже база, я вел много лет уже семинары по холотрубному дыханию, поэтому были люди, которые интересовались, и поэтому ну как бы было с кем уже работать. И вот четвертая конференция «Безумие творчества». Одна из моих любимых тем. Тогда уже я вышел, проводил уже семинары, шестидневные семинары на эту тему и решил сконцентрировать все в конференции. Там был и Миша Зуков, и Алексей Саргуныши, Евгений Файдыши. Присоединилась к нам Марина Белокурова, Гена Широков, Юра Шацкий, Игорь Черковский участвовал, Герман Корейский стал уже бессменным активным участником. В 2000 году была конференция «Мандала жизни. Преодоление препятствий для духовной и личностной реализации». Пятая конференция. Там был также Лев Белогородский, Марина Белокурова, Лариса Веленская, патриархи уже классики, Бронислав, Финогродский, Сергей Всехсвязки, Ирина Зингриманс уже выросла и стала к нам присоединяться активно. Валентин Куклев, Владимир Козлов приехал, Яша Маршак, Сергей Москалев, Лев Тетерников. В общем, все было замечательно. И вот, наконец, в 2002 году произошла учредительная конференция Российской ассоциации. Как бы люди подтянулись, люди увидели, трансперсональные почувствовали свою связь с этим движением. Ну, потребовалось вот несколько лет, десять лет трансперсонального подполья, затем вот моего как-то понимания трансперсонального мира, обучению Грофов, налаживание связей. Я начал публиковать уже в начале 90-х годов трансперсональные тексты. Начал с книжки Грофа «За пределами мозга». Вот мне помогал очень активно, без него бы я не справился, Михаил Бурняшев. Он сейчас возглавляет системную семейную психотропию много лет, очень известный человек в России. И тогда вот Миша стал вот главным помощником в издательстве, на его энергии. Я был не очень практичный и сведущий. Миша здесь вот, за ним я был как за стеной. И благодаря ему мы стали издавать книжки. Я готовил интеллектуальную часть, а Миша – материальную. Мы вкладывали прибыль от книг в издание следующих книг. И так постепенно, постепенно, вот уже больше ста книг я издал. Я никогда не хотел быть издателем, но вот волей судей показался издателем. И вот мы наконец-то 24-26 мая 2002 года учредительную конференцию Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии и провели. Хронологически это была шестая трансперсональная конференция. Именно поэтому вот сегодняшняя, которая конференция прошла в Ярославле, двадцатая конференция. То есть вот, если точно все считать, так вот, соблюдать все нюансы трансперсональных конференций российских. И на этой конференции тоже было много выступающих. Володя Козлов, Володя Баскаков, Саша Гершон, Миша Щербаков, покойный, Герман Карельский, Игорь Незавибатько, Андрей Лапин, Лев Тетерников, Орлашин, Миша Папуш, старейшина Гештальт движения. Он тоже был не очень активным, но тоже членом нашего трансперсонального подполя. Эрнст Цветков, Александр Свияш. Ну, известные, в общем-то, имена. Затем в 2003 году мы в Ярославле провели конференцию об интегративной психологии, теории и практика. То есть, вот процесс пошел, 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 пошел неостановимо. И на каждой конференции мы придумываем наиболее актуальные и интересные темы. Вот 20-я конференция, она была своего рода подведением итогов трансперсонального движения в России. Я тоже подвел, с моей точки зрения, итоги в нескольких, с нескольких перспектив. То есть, я сделал доклад, во-первых, о сущности трансперсональной психотерапии. Как это я понимаю? Чем она радикально отличается от других видов психотерапии? В чем ее уникальное в наших человеческих делах? И мне кажется, я достаточно хорошо все это раскрыл. Раскрыл статью, она опубликует. В ближайшее время выложу ее также. А? Я выложу в ближайшее время на свои сайты ее тоже, чтобы она была... Я просто подумала, может быть, коротко как-то сказать. Ты видишь эту суть трансперсональной психотерапии, чтобы здесь мы немножко тоже зрителям могли об этом... Ну, только трансперсональная психотерапия, только трансперсональная психотерапия способна работать с самыми глубокими проблемами и травмами. Не только моими индивидуальными, личными, но и общечеловеческими. И это неизбежно, если мы хотим действительно раскрыть все свои возможности, способности по максимуму, развиться в желаемых направлениях до максимум. Потому что в любой нашей индивидуальной проблеме, в любом конфликте есть более глубокие слои, которые связаны с универсальными человеческими проблемами и конфликтами. И поэтому работая, например, на своих отношениях с другими людьми, например, это может быть конфликт, это может быть отношения парные, взаимоотношения в паре и стремление достичь максимального духовного союза в единстве со своим партнером по жизни. Это может быть стремление достичь максимума в родительствовании, в поте о детях, о том, как вырастить и раскрыть все их возможности. В любом направлении развития есть универсальные общечеловеческие проблемы, лежащие и конфликты. И не решив их лично, вот общечеловеческие проблемы и задачи, мы не сможем развиваться. И именно это поле и является универсальным полем действия трансперсональной психотерапии. Оно тесно связано с историей и с универсальными проблемами. Ну, скажем, если брать российскую ситуацию, то это, конечно, во-первых, травма крещения Руси. Да, Русь была шаманской, потом долгое время языческой. Мы жили с Перуном, со славянскими богами. И потом произошел выбор веры и радикальный переворот. Аналогичная ситуация со всеми другими мировыми религиями. Ну, скажем, ислам тоже возник на почве предшествующей истории шаманизма, сорока тысяч лет шаманизма и десяти тысяч лет язычества. И когда в в восьмом столетии, да, поначалу в Аравии он стал потихонечку все больше и больше завоевывать последователей, пришел на территорию современной России, да, то неизбежно очень многое оказалось под запретом, очень многое оказалось отрезанным, в том числе и наша связь с божествами, с высшими существами, людей, которые были образцами развития. И вот эта непреодоленная травма, когда только один образец для всего, только одно правильное, а все остальное имеет печать и тень грехопадения. Она является источником нашей ограниченности в современном европейском мире. И вот так возникает проблема инаковости, маргинальности, безумия, необычных состояний сознания. Они становятся вот единственным окошком к росту, к большему. Вот приобретают особую, но в то же время маргинальную роль и к ним относятся с недоверием. Вот поэтому, не преодолев в каком-то смысле вот эту брешь, мы не сможем исцелиться. Не восстановив свою связь с языческой историей человечества и шаманской истории человечества, мы никогда не раскроем все свои способности и возможности. В истории России есть другая драма, это победа московского царства над новгородским царством, то есть победа империи над демократией, расщепление православия на староверов и вот правильное православие, это другая величайшая трагедия. Это, конечно же, помимо вся всевозможного рода других событий до конца не интегрированных. То есть проблема не в этих событиях, а в том, что они не вошли полностью, они оказались вытесненными и вместе с ними ушли многочисленные ресурсы и возможности наши. И сузилась возможность нашего проявления в нормальной, в обычной жизни. Ну это, конечно, Октябрьская революция, когда около десяти миллионов россиян, которые создали Россию, цвет России оказались за бортом жизни, истории, либо оказались в Париже, Берлине и других странах, либо умерли в войне и в лагерях. Конечно же, это переход от НЭПа к сталинизму, это эра Хрущева и Брежнева, это перестройка и миллионы людей, которые погибли в результате постперестроечного травматического синдрома так называемого. Это, конечно, крах высокой идеи всеобщего равенства, свободы, братства, коммунизма, которое притягивало очень многие страны. Это был источник особого места и авторитета СССР. Сейчас такой великой идеи всепланетной у России нету. И, конечно же, это своего рода предательство и также, ну, то, что несправедливость люди чувствуют, что их ограбили. То есть, я имею в виду олигархию и все, что связано с этим несправедливую приватизацию, которые вот в Китае, например, регулируют, и этого не произошло в той степени, в которой это произошло в России. Поэтому вот все это является источником многочисленных травм. Я приведу только вот один пример, почему это важно. Ну, исторический пример. Это первая книга Карла Густава Юнга «Либидо и его метаворфозы», когда он работал со своей пациенткой, и в ее снах настойчиво повторялись ключевые события жизни Христа, его крестного хода, гефсиманского сада, предательства и распятия и вознесения. И только тогда, когда пациентка Юнга рассказала о своих снах, о событиях, о своем переживании жизни Христа и в каком-то смысле соединила свою женскую жизнь с жизнью мужчины Христа, она исцелилась. Да, вот ее представление о себе, о том, что она женщина, о том, что она ограничена, о том, что она не Христос, и были источником невозможности и проявлялись, как потолновила эту связь, да, она исцелилась. Ко мне, однако, много лет не спала, и никто из врачей не помогал. И после серии сессий голотрупного дыхания, на которых она очень имела очень сильные драматические переживания, после третьей сессии она наконец рассказала, что она пережила вот эту армянскую резню геноцид, когда было зарезано в 15-м году около полутора миллионов армян. На ее глазах, в ее переживании резали ее деревню, ее семью, ее детей, ее саму тоже зарезали. И только после того, как она ярко все пережила, да, она исцелилась, восстановился ее сон. Вот так вот не пережитые трагедии, травмы, национальные травмы, семейные травмы, то есть какая-то вот проклятие или события драматические в семье, они влияют на нашу жизнь в настоящем. И из традиционной психотерапии только некоторые школы более или менее работают с некоторыми травмами, скажем, системной семейной терапии работают с семейными травмами, но с архетипическими драмами, с универсальными человеческими драмами работает только трансперсональный подход. И это вот как раз и составляет особое место, предмет и уникальную помощь, которую дает трансперсональное, ну или в широком смысле духовно ориентированное направление психологии и психотерапии человечеству. Вот вкратце можно сказать, что о моем видении. И я также на конференции давал большой доклад как раз вот дополняя конкретно уже эту тему, показывая как бы многообразие вот этих целительных воздействий, потому что трансперсональная терапия это не только сугубо холотропное дыхание или другие методы трансперсональной терапии, связанные с регрессией, с медитацией и так далее, но это также трансперсональное искусство. Ну скажем, вот та весть, которая идет в современное человечество через фильмы о древних богах, фильмы студии Марвел, о Торе, например, «Властелине колец» фильмы, такой кельтский ренессанс, это ведь тоже восстановление связи с языческим прошлым. Фильмы даже о Гарри Поттере это для детей. В каком-то смысле вот мультфильмы это шаманский мир, потому что там душа с душой говорит, да, вот. Поэтому вот это исцеление, восстановление связей проходит многообразно, и это знак того, что моя гипотеза о том, почему и как работает трансперсональная терапия, ее сущность справедлива, потому что человечество ищет многообразные способы исцеляться через искусство, через знания, через новые методы психотерапии, даже через политику. Например, политика между религиями, понимание, межрелигиозный диалог, понимание того, что вот конфликты между религиями – это тоже фундаментальные конфликты, режащие в основе наших бытовых, житейских проблем. Это все ограничивает нас. Не уважение, не признание друг друга своей истории, право своего взгляда на мир. И если это происходит, то дальше ненависть и отрицание не прекращается. Внутри христианства раскол на православие, католицизм и протестантизм, и дальше сотни сект в каждом направлении, которые воюют друг с другом и считают себя самым праведным и главным. Внутри ислама – это шииты, суниты и суфии мирно курят трубку в стороне, где-то смотря на все. И вот эти вечные конфликты между религиями, каждая из которых объявляет себя единственно верным и самым коротким путем к высшему. Поэтому единственный выход – это, конечно, понимать, что есть много путей к высшему. Для каждой ситуации, для каждого народа, для каждого большого региона свои уникальные, важные для всего человечества пути с уникальным опытом, имеющие свои плюсы и свои, конечно, минусы, односторонности, свои уникальные прорывы и свои оставания. И только во взаимодействии, учаясь друг у друга, мы можем развиваться дальше и исцелять наши общие раны. Ну, если говорить об общечеловеческих ранах, то есть ведь еще и более глубокие слои, связанные, например, с тем, что человек – царь природы. Мы когда-то стали Homo erectus, возвысились над всем животным миром и стали его уничтожать. Уничтожили очень много животных, охотясь на них, потребляя их в пищу. И здесь мы в каком-то смысле, делая это неосознанно, без уважения, как в некоторые древние времена, мы разорвали свою связь с миром всего живого. И, конечно же, сейчас есть движения, связанные отчасти движения и вегетарианства, и сыроедения, и в защиту животных всевозможные движения. Это выражения неполные, без достаточного понимания, но, тем не менее, какие-то пути найти решение этих проблем и исцеления. И, конечно же, это победа Homo sapiens над Homo denisicus и Homo neandertalis. То есть, sapiens уничтожили, все другие виды стали главными, хотя неандертальцы населяли всю Евразию до sapiens. Поэтому вот разрыв здесь, в человеческой семье, и пока мы это не пересознали, как бы не почувствовали, это тоже является источником. Вот какие-то такие промежуточные вещи, типа Black Lives Matter, коленопреклонение американцев перед черными американцами, это тоже выражение этого вины, но это слишком политизированные вещи, и без понимания сути, без внутреннего исцеления они могут дать даже прямо противоположные результаты. Точно так же, как прямо противоположные результаты может дать перекосы в феминизме, феминистском движении. То есть, вот мужчины в патриархальной цивилизации попирали женщин, вот теперь мы опять встанем на колени и возвысим женщин, и будем вот вводить квоты на женщин, на людей разных национальностей, на людей безобразований там во всех политических структурах. То есть, все-таки, нужно подходить взвешенно, мудро, с пониманием, потому что иначе все будет политизировано, станет опять-таки игрушкой в руках манипуляторов. И без вот такого фундаментального понимания истории, травм, того, как они ограничивают нас, того, как исцелять, мы опять-таки наделаем новых делов. Вот нечто вкратце вот об этой теме, об этой проблеме. Да-да-да. Я хотела Володе сказать, во-первых, ну ведь удалось немножко как бы институализировать это направление, то есть удалось ввести программу трансперсональной психологии в некоторых вузах страны. То есть удалось как бы занять эту нишу, потому что в 70-е и 90-е годы это немножко было как маргинальное немножко направление. А сейчас это уже признано, в общем-то, научным сообществом. Ну и в мире в том числе. Так ведь? Конечно, конечно. Развивалась мировая трансперсональная психология движением. Развивалась европейская трансперсональная психология. И я тоже активный член мирового европейского и европейского трансперсонального движения. Участвую. Стараюсь участвовать, по крайней мере, вот сейчас во всех конференциях в последний не смог из-за локдауна, из-за ограничений, связанных с передвижениями. И в нашей стране тоже были образовательные проекты. Первый такой масштабный образовательный проект мы с коллегами сделали в высшем психологическом колледже при институте психологии. Это в начале 2000-х годов. И у нас были выпускники, порядка 15 выпускников, которые получили диплом трансперсонального психолога. Параллельно, еще в первой инкарнации Московского института психоанализа, которым руководил профессор Гуревич, я тоже читал уже курсы по трансперсональной психологии и психотерапии. Это 20 лет назад происходило. И вот последние 12 лет я уже активно уже в новом институте психоанализа руковожу трансперсональным образованием. Там сейчас три больших программы. Программа по трансперсональной психотерапии и консультированию. Это годовая программа. Она есть в варианте онлайн и в варианте очном. И программа по трансперсональному коучингу. Кстати, 21 октября будет большой онлайн-вебинар по этой программе. Мы расскажем с Екатериной Юрьевной Худобиной, вторым ключевым преподавателем. И после нашего рассказа и ответа на вопросы будет показан участникам мой фильм «Инструменты эволюции», который на художественном языке выражение идей трансперсонального коучинга. То есть вот всех знаний о развитии. Я считаю, что трансперсональные знания о развитии, о проблемах, связанных с развитием, о преодолении препятствий, мешающих развитию, уникальны. Я немножко об этом говорил в отношении травм, но тоже относятся и к творческому развитию, и к развитию бизнеса. То есть есть своя особая трансперсональная специфика и уникальные инструменты. И только зная их, мы по-настоящему можем развиваться и в бизнесе, и в отношениях, и в творчестве, и так далее. Поэтому я думаю, что тут тоже есть свое особое место для трансперсональных дисциплин. Ну, также интенсивные трансперсональные программы в Ярославском университете на кафедре профессора Козлова. И под его руководством изучены несколько сотен кандидатских и докторских диссертаций, и проведены уникальные исследования по разным трансперсональным дисциплинам. В Питере мощная школа. Каждый из лидеров российского трансперсонального движения имеет свои авторские программы. У меня есть мой авторский сайт homorealites.ru И там пять моих авторских онлайн-курсов. Это квинтэссенция моего опыта, моего знания. Сейчас идет курс «Путешествия героев. Восемь историй, которыми мы живем». Это о героизме, о главной энергии нашей жизни, как ее управлять, как действительно стать хозяином своей жизни. Восемь главных сценариев, по которым живут все люди. Так что вот я делюсь тоже своими знаниями. В декабре будет курс «Что такое просветление?» То есть квинтэссенция моих знаний в этой области, в духовном опыте. Я продолжаю также работу над фильмами. Следующими фильмами. Три фильма сняты. И сейчас третий фильм «Эволюционные трилогии» и фильм о творчестве Виллиуса Орвидаса, великого литовского художника. Вот такого, который через свое искусство и жизнь создал портал трансперсональной терапии. Восстановление связи времен не только для литовцев, но и для всего мира. Я вот хочу рассказать об этом миру через фильм. Мне кажется, это очень важное, не понятое ни в Литве, ни в мире явление. Ну, потому что у людей нет понимания, что это такое. Они восхищаются проявлениями, потому что это действительно великое искусство, но они понимают в сути смысл. То есть, почему мы испытываем такие чувства, и почему это важно для всего человечества. То есть, для меня Вилли Суровидас также образец, пример, вернее, великий пример того, что каждый человек может освободиться через творчество, независимо от ситуации. Он жил в советской Литве и стал великим художником. Он преодолел свою литовскость, свое католичество, свою необразованность. Он не закончил даже среднюю школу и стал великим мастером. Так что, и при этом был всегда очень скромным человеком. Расскажи, пожалуйста, а вот мне Марк сказал, что в следующем году якобы ассоциация «Евротаз» собирается в Казани или в России проводить конференции. Ну, а «Евротаз» периодически собирается. Ее очень интересует Казань, очень. Но в этом году в силу ковид они решили в Европе провести все-таки. Вот сейчас была последняя конференция, потому что они посмотрели литературу, посмотрели, какие препятствия. Ну, и отчасти, конечно, информация о грядущей холодной зиме и предполагаемой минус 20-30 температуре в Казани их тоже серьезно напугала. Цифры страшные для теплолюбивых жителей Франции, Испании, Италии и так далее. В общем, теплой по сравнению с нами Европа. Поэтому, ну, в другой раз, конечно, следующую конференцию ассоциации мы проведем в Москве. Мы чередуем, а одно из следующих непременно в Казани. Мы, российские конференции. У вас в Казани очень сильное трансперсональное движение, очень сильные лидеры. Ты, Марс, Сары, Риммана, Биулина. Да, много великолепных мастеров и, конечно же, много очень последователей, яркие декадники у вас проходят. Да, по взаимодействию с европейцами. Да, да, да. Володя, я хотела, чтобы вот как-то аспект осветил взаимодействие. Приезжают ли люди из-за рубежа для изучения опыта российского? Вот ты рассказала о том, как ты ездил учиться в Эссале. А есть ли какое-то встречное движение? То, что знаю я, могу сказать, что, во-первых, с большим интересом, энтузиазмом конференции международной, которая проходит в России. Но я сам организовал три крупных конференции. Две конференции Евротас 2005 года и 2018 года в Санкт-Петербурге, 2005 года в Москве. И поэтому не только трансперсональная Европа, но и ряд лидеров мирового движения приезжало на эти конференции. С большим успехом, восхищением знакомились, наводили связи, а также 17-й Всемирный трансперсональный конгресс 2010 года, на котором действительно был весь трансперсональный мир в Москве. Гроф лично знает многих лидеров. Он с глубоким уважением и восхищением всегда отзывался о профессоре Налимове, с которым он был лично знаком, Жанне Дрогалиной. И знает многих лидеров, знает всю команду вот нашего трансперсонального тренинга Грофа, Марса Сары, Саши Люба Жвакина, Кристину Майкову, конечно же, Германа Карельского великолепно. И знает, в общем-то, очень многих людей из России и считает, что в России больше всего людей понимает его адекватно. То есть, что на самом деле открыл Гроф и какую весть он несет. У меня лично всегда есть несколько студентов. Вот сейчас я провожу путешествия героев, и там примерно 5 или 6 человек из других стран. Ну, русскоязычных, потому что я на русском языке провожу. То есть, там есть и литовцы, и выходцы из России, которые живут в других странах. Всегда какое-то количество есть у меня зарубежных студентов тоже. Ряд моих студентов, которые заканчивали программы разные мои, они тоже живут в разных странах и тоже участвуют в австралийском, во французском, в индийском трансперсональном движении. И мы тоже ВКонтакте. Иногда я тоже отзываюсь и провожу какие-то вебинары, мастер-классы на английском языке в разных странах. Так что какой-то такой интерес идет, но, конечно же, российское трансперсональное движение не очень хорошо известно, по большому счету, за рубежом. Ну, вот в Чехии, в Праге известен Володя Баскаков, потому что там его центр находится, и он там большую часть времени проводит. Немножко известен Сережа Всехсвятский, он так много гастролировал там. Там русский центр Тани Гинсбург в Калифорнии несколько лет там был достаточно активен, сейчас они ищут новое место под Лос-Анджелесом. Вот такие островки есть, но вот такого масштабного признания, масштабного обучения не существует, потому что, ну, прежде всего, не приведены книжки на английский язык. А раз не приведены книжки, то нету известности, нету запроса, не собираются люди на семинары, если никто не знает этого мастера российского, кто-то организует его семинар. То есть я вот когда давал семинары, это в основном все-таки среди русскоязычного сообщества. В странах Прибалтики организовывали мне там в Литве, в Латвии, Эстонии, или в Германии там мои вот ученики. Это русскоязычное сообщество. А вот так, чтобы где-то на родном языке зарубежных стран, это намного сложнее, потому что нету известности, нету книг, нету материалов. Всё понятно. Володя, а скажи, пожалуйста, как ты видишь дальнейшее развитие или перспективы развития трансперсонального проекта в России и трудности в том числе тоже? Я не вижу никаких фундаментальных трудностей для себя, потому что я буду продолжать заниматься своими делами. Ассоциации и лидеры, каждый из которых очень сильный лидер занимается, продолжает своими делами, каждый имеет уникальный дар. Женя Пустошкин продолжает переводить книжки Кены Вилбера, пишет свои тексты, очень яркие в своих блогах, ведет свои авторские семинары. Марина Белокурова, Володя Козлов, все-все-все лидеры, Герман Карельский продолжает свою работу. У нас сейчас есть также факультет, кафедра, вернее, транспорсональной психологии в ассоциации социальных технологий, такая российская большая ассоциация, которая предоставляет главные знания об изменении, о помощи вообще всей России. Вот сайт, каждый из нас имеет свои авторские странички. Я продолжаю свои активные исследования развития инструментов эволюции, свои авторские семинары и работаю над книгами для того, чтобы довести их до печати. Так что я думаю, что мы будем продолжать, и я уверен в том, что каждый год будут возникать все большие и более сильные и масштабные запросы на знания о развитии, об освобождении, о решении самых глубоких проблем, и освобождении от ограничений на самом глубоком уровне, на большую картину человека, мира и развития. И поэтому значимость нашего направления будет возрастать безусловно и востребованность. Потому что если человек хочет достигнуть максимума, он неизбежно принюхается, наткнется на трансперсональные направления, потому что здесь дается наиболее внятное представление обо всем. Не на языке древних традиций, не на языке академической науки, не на языке практической, академической психологии или коучинга, а на наиболее масштабном, открытом, глубоком языке знаний и практик. Так что я не сомневаюсь, что всем людям, которые уже имеют с персональным направлением, эта связь будет возрастать, им будет еще более интересно, они получат еще больше нового. Прекрасно. Володя, вот вопрос задали, а в Германии кто из учеников есть? Видимо, люди из Германии нас смотрят и хотели бы что-то узнать. Там есть несколько учеников, и мне нужно просто посмотреть или спросить конкретно имя. Можно будет потом просто, кто будет интересоваться, напишет в Инстаграм, пусть я поделюсь тогда мой Инстаграм. Побудем тогда просто в Инстаграм напишите напрямую, и Владимир попозже вам просто ответит. Скинем ссылочку на германских учеников. Но есть в Германии своя очень хорошая традиция на немецком языке. Инга Ярсц, например, Бригитта Грофф, жена Станислава Грофф, она тоже ветеран трансперсонального и голотропного движения, из первого выпуска сертифицированных ведущих по голотропному дыханию. Владимир, все-таки вопрос по поводу твоего личного развития, твоих личных планов на ближайший, ну, хотя бы год-полтора. Я знаю, что ты очень активно продолжаешь заниматься вот созданием фильмов. Это для тебя какая-то такая важная вещь получилась, стезя. Во-вторых, развиваешь свои вот личные программы. А хватает ли времени на написание книг, статей? Время — это самый главный ресурс, которого не хватает для того, чтобы... Вот если бы у меня был продюсер, я открою маленькую тайну, который избавил бы меня от необходимости добывать деньги на фильмы, я бы, наверное, половину всего своего времени тратил на то, чтобы делать новые фильмы. У меня целый список проектов здесь, синопсисов того, что я хотел бы снять. И я прекрасно знаю, что никто другой эти вещи не снимет так, как это нужно снять, потому что пока ни у кого нет такого понимания. Вот я, безусловно, в ближайшие полтора года выпущу пять своих главных книг. Это номер один у меня обязательства. Я продолжаю также тренинг «Наследие Грофа». Станислав Гроф попросил меня, собрал команду, и у нас уже будет в декабре третий модуль в Подмосковье тренинга «Наследие Грофа» по подготовке не только мастеров холотропного дыхания, а мастеров, которые могут использовать возможности необычных состояний сознания во всех принципиальных областях нашей жизни. В творчестве, в педагогике, в политике, в бизнесе, в коучинге. Это колоссальные возможности и грех об этом не знать и их не применять в нашей жизни для решения всех наших проблем. Конечно же, продолжаются активно конференции, преподавания. У меня в этом году больше ста студентов в Московском институте психоанализа только. Я регулярно продолжаю свои авторские курсы и в декабре, я говорил, будет премьера курса что такое просветление. Так что, регулярно происходят какие-то контакты и акции в меньшем масштабе. То есть, вот через несколько дней будет еще один мой онлайн «Лукошка. Возможность» есть такая программа, которая уже несколько лет ведет замечательная. Марина Бериловская из Штатов. Я уже два эфира с ней с удовольствием провел, и вот будет еще один эфир, связанный с духовностью как раз. Так что, я продолжаю регулярно там несколько эфиров таких вот в месяц давать со своими, как правило, старыми добрыми друзьями и знакомыми, но иногда и совершенно новыми людьми. Владимир, тут вопрос такой конкретный. Подскажите, пожалуйста, будет ли второй набор группы по обучению транспортациональному консультированию в МИПе весной? Нет, конечно, только раз в год проходит этот набор раз в год, но еще, поскольку только что началась, только что начался набор, в течение октября еще можно вступить. Да, то есть сошлитесь на меня. Я дал указание в приемной комиссии, я разрешаю. Тем, кто опоздал, замешкался, можно еще вступить. Все материалы, вы успеете догнать, все материалы доступны и для онлайн-группы, и для очной группы. Так что, если хотите, присоединяйтесь. Отлично. Володя, я просто подумала в связи с тем, что мы сейчас говорили по поводу денег, а может быть какой-то создать фонд, связанный с трансперсональным движением и вот там с конкретными программами. Я думаю, что могло быть... Я знаю, что есть членство, но это связано с ассоциацией. А если мы говорим о фонде и о каких-то конкретных, например, тех же издательских проектах или там связанных с фильмами и так далее, мне кажется, это как в качестве краудфандинга даже может быть. Это было бы здорово, если бы нашелся человек, который в теме и который вот стал бы двигателем этого проекта. Это было бы здорово, конечно, иметь, действительно, если бы люди спонсировали вот те направления, которые им наиболее кажутся важным в трансперсональном движении. Какие-то исследования, какие-то практические направления, какие-то направления, связанные с искусством. То есть, на сайте фонда был бы список приоритетных проектов и каждый мог бы помогать развитию уже вот на материальном уровне. Володя, хочу такой, может быть, последний вопрос задать уже, потому что мы и так уже больше часа я думаю, у тебя тоже планы. Вот мне хочется закончить на такой немножко оптимистической ноте, а в связи с тем, что немножко ситуация вокруг и в стране, в общем-то, и экологический кризис в мире, и много моментов, он как бы не способствует такому оптимистичному восприятию. И все-таки, где искать вот этот ресурс по-другому? И действительно ли мир движется в правильном направлении? И как человеку в этих обстоятельствах нынешних настраивать себя? Какая поддержка, где опора это? Мир движется в том направлении, которое двигаем его все мы в совокупности. И поэтому, даже если тебе кажется, что мир движется не туда, ты один не можешь изменить движение этого мира. Ты можешь изменить себя и свое восприятие с тем, чтобы это движение не создавало тебе помех. Путь изменения мира это путь революции, это проблемы, конфликты, это кровь, это гибель очень многих, многих ценностей. Путь изменения себя это эволюция. Если мы все начнем, прежде всего, изменять мир через изменение себя, он и так автоматически изменится, изменится потому, что изменимся мы. Поэтому для меня самое главное это путь эволюционеров. Я себя тоже вот вижу как эволюционера и всех людей, которым близки тоже эти идеи. Я предлагаю, прежде всего, имея большую картину, осознавая все, что происходит в мире, все-таки максимум усилий направить на то, чтобы развиваться, освобождаться и эти знания передавать всем другим людям. И вот эти вот архетипические, получается, травмы, да, прорабатывать внутри себя. Конечно, конечно, начать с себя. Спасибо огромное, Володя, очень интересный разговор. Благодарю тебя, надеюсь, еще на сотрудничество в дальнейшем. Может быть, поговорим еще о каком-то духовном аспекте. У меня есть... Замечательно. С удовольствием, Лариса. Спасибо тебе, дорогая, за приглашение. Всегда очень рад с тобой общаться, беседовать во всех ситуациях. Спасибо вам, дорогие участники нашего эфира, за ваше внимание, за ваш интерес. Мы выложим записи эфира в Инстаграме и, может быть, в Ютюбе, если все получится. И до новых встреч. До новых встреч. Благодарю, Володя. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо.